«Путешествие во времени» – большой проект, инициированный областным общественным объединением «Добровольные пожарные». В этот раз творческое состязание знаковое. Оно посвящено 120-й годовщине деятельности добровольных пожарных дружин в Брестском регионе. В 2017-м «Попутешествовать во времени» изъявили желание более 400 авторов из шести стран мира. Я не график, не художник, я пожарный. Почти вся моя жизнь посвящена этому. Но, скажем, отзывы Павла Рябова, представителя художника, который возглавлял жюри в этом году, он первый раз у нас участвовал, он был ошеломлен уровнем рисунков, массовостью и всем остальным. Он сказал, что в дальнейшем он никому этого уступать не будет. Это его, скажем, интересные впечатления и опыт. Наверное, это хорошо. Подводные пожары, фантастические спасатели, суперсовременная техника. Все это отразили в своих работах художники, словно предсказывая. Дальше будет непросто, но сотрудники службы дня и ночи знают свое дело и готовы к любым внештатным ситуациям. По итогам конкурса компетентные жюри, в состав которого вошли эксперты в области искусства и спасатели, определили 20 призеров и номинантов. Лучших ожидали не только памятные подарки, но еще один сюрприз от организаторов. Возможность принять участие в пленэре в Польше. В числе победителей – воспитанник детского развивающего центра «Аленка» Матвей Кармалыс. Для шестилетнего мальчика эта победа стала первым большим личным достижением. Сегодня на вернисаже он с удовольствием представляет публике конкурсные работы и то, что удалось создать во время победного пленэра. Мне эта работа понравилась тем, что там были диагностные природы. Мы сначала рисовали план, то, что мы можем выбрать. И я выбрал эту работу. Я ее нарисовал, у нас был конкурс отборов, и я занял третье место. И так я был в поездке самым главным, и мы поехали в Польшу с удовольствием этой поездки. Выставка разделена на два блока и представлена в двух кинотеатрах – Беларуси и мире. Познакомиться с миром прошлого и будущего жители и гости областного центра смогут в течение двух недель.